Ненецкий округ привлёк новый казначейский кредит. Таким образом, госдолг региона увеличился до 3 миллиардов 960 миллионов рублей. Об этом сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко на оперативном совещании при губернаторе округа. По словам руководителя Департамента экономики и финансов, бюджет региона продолжает оставаться сложным. По итогам прошедшей недели в окружную казну поступило 215 миллионов рублей, а расходы превысили 410 миллионов. Из них более 70 миллионов направлены в качестве субсидий бюджетным учреждениям на выполнение госзаданий. Одну десятую часть расходов за неделю, или чуть больше 38 миллионов, составили социальные выплаты населению. 67 миллионов направлены в качестве субсидий юридическим лицам. Самая большая статья окружных расходов – строительство. Бюджетные инвестиции в госсобственность за минувшую неделю составили 102,4 миллиона рублей. Из них самые крупные приходятся на следующие объекты. Это шестисекционный жилой дом на авиаторах – 57 миллионов, многоквартирный жилой дом – 17,2 миллиона рублей, детский сад на авиаторах – 15,3 миллиона рублей, строительство автодороги на Ренмар-Тельвиско – 8 миллионов рублей. Кроме того, в качестве субсидий средства в размере 8 миллионов направлены на строительство школы в поселке Индига. В связи со сложным исполнением бюджета был сокращен план госзакупок. По словам вице-губернатора Сергея Суркова, из 19 запланированных на эту неделю закупок пройдут только 5. Среди них в том числе новогодние подарки для детей, закупка необходимых медицинских препаратов, а также ремонт участка дороги на Ренмар-Красное. На дорожные работы запланированы средства в размере 136 миллионов рублей. Ненецкая потребкооперация на этой неделе планирует снабдить продуктами все населенные пункты Нижнепечорья. На восток округа в Усть-Кару и Каратайку отправятся вездеходы. 10 сентября в Хариверы и Харуту отправится катер с провизией. Кроме Коткина, Коткина планируем в середине месяца, когда будет продоваться СПК, чтобы обратная загрузка была. И по западу разгружать будет на неделю-два судна. Наринмарский авиаотряд завершил доставку школьников на Ренмар. Сейчас экипажи предприятия готовятся к полетам избиркома в рамках досрочных выборов. Кроме того, по словам Валерия Остапчука, 15 сентября представители авиапредприятия выезжают на приемку вертолета Ми-8 МТВ на Казанский вертолетный завод.